добричком друзья всем офигенных продуктивных выходных но для меня выходных нет потому что моя идея каждый день по чуть-чуть по паре минут в день делать то что я делаю то что я выбрал делать и это фантастическая идея когда она попала мне в голову что две минуты это меньше чем вы ждете лифту в вашем доме всего две минуты если ты делаешь каждый день это меняет тебя это меняет всю твою жизнь это разгоняет тебя куда-то дальше где ты никогда не окажешься если ты этого не делаешь поэтому ребят главное что youtube еще дает мне фантастическую сверхспособность я могу оказываться в нескольких местах одновременно прям сейчас я еду ханты и в эту же секунду я могу серфис здесь на аравийском море почему же мы едем в хампе потому что мы разгоняем экскурсию в хампе мы можем отправить кого угодно из гуа в хампе с лучшими гидами говорящими на русском языке русскоязычными индийцами запомните любая деятельность за границей по туристической визе нелегально поэтому я ничего не могу делать но я могу сотрудничать с друзьями которых есть фирма tiger travel с комрады один мощный вопрос волнует меня подходит три месяца окончания визы надо делать виза ран чтобы вы хотели увидеть куда бы вы отправили меня на виза ран есть две опции малайзия либо мальдивы что скажете в комментариях лично я склоняюсь к мальдивам потому что там прикольно это нити мальдивы где остров там один отель и ты бродишь скучаешь и делать нечего это крутые мальдивы куда можно поехать бюджетно прям столицу мальдив шарится на местном пароме с одного острова на другой и там видеть всю эту обстановочку потому что в мальдивы это тоже другая вселенная ну либо малайзия где ну тоже миллион лет уже прожито все понятно петро нас и чайна town indian down пишите в комментах ваши пожелания иногда море дарит классные кокосы смотрите вообще гудлан хороший парень там и возьмем потусим заодно из кокосами выносит какую-то странную парашу из моря такую попахивающую в морскими водорослями а я люблю всякую парашу на пляже друзья в общем вся информация по хампе вся информация по донатам вся информация по общухи советам про путешествия и т.д. моем telegram чате присоединяйтесь там интересно но сейчас мы гоним серфить а вы смотреть продолжение трипа хампе мы выходим из поезда и ищем жилье афигенно что придумали эти все штучки можно ребенка выключить на сколько угодно да ты появилась красная шапочка бозу и букин я это как с десантом от самолета выкрыгиваешь это посмотрите налево посмотрите прямо конечно вы прибываете не в хампе а на станцию по имени хоспект что сейчас мы будем звонить чуваку мы здесь желанные гости на самом деле посмотрим правда это или нет не реагирует на нас это уже радует да 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 гай шоу ми шоу ми фото шоу ми фото вот так узнают героя я кул он лайк суперстар ну все чувак раз встретит нас и посадить да ты шинэбель дыши таксо всегда развивается инди индустриальная страна все время улучшается обожаю ее уже знаете что у них есть ощущение что они здесь всегда надолго что они всегда буду здесь жить никто не выпнет не выкинет никуда не загрузит и не вышивание они здесь навечно тысячелетиями одни и те же ребята одного и того же цвета кожи на одних и тех же тук-туках ну да я-то думал мы сейчас как запрыгнем в какой-то такси я-то знаешь, что это за тупик-тук где-то как бы мы ем здесь, но вот эти тупик-тук не знаю, что мы остались здесь, но мы живём с тобой да хампинс все время за тупик-тук чар, увидимся ооооо, круто тупик-тук сколько километров до хампинс? 15, 15 Попробуй. Сколько это стоит? 300 сантиметров. 250? Нет, 300 сантиметров. Нет проблем. Вы можете видеть, и вы можете платить. Нет проблем. Я не знаю, что сказать. Ванчжу топ 250 сантиметров. Почему не попробовать? Плотного туриста с белым цветом кожи, а будь наболтался. Господь, он такой четко пустынно-патриотичный. Вот он какой-то немножко весь напичкан тоже ребятами-любителями. Шивы. Это Саша? Туризм министр фалас. О, это дворец министерства туризма вот такой. Туризма как такового нет. А почему Сатан? Демон-демон-питчер. Да, еще один есть. Почему? Это значит что-то? Один еще для питчера. Да. Да, это круто. Да, это круто. Не всегда они молчащие водители попадают. Но у этого палец еще фантастический. Опа, тыньки. А вот, чуваки. Да, смотри, Махараштинская протвая. Махараштинские ночные полки. Добрались до отсюда. Своим ходом доехали. Вот они такие крупные шмутки. На улице плюс 36. Рядом еще бетономешалка. И вот они еще встряли на перекрестку. Туда нефта, которой нету. Светофоров, как не знаю. Короче, в которой вы путешествуете? В которой ищете? Я ищу Зараз. Я ищу Пуне. Из Пуне. Я ищу, ребята, еду. Из Пуне? Да. Из Пуне. Нажимаем Махараштинские. Мы в Тиньке гайфуем нормально. Даже кокос можно купить. Человека подкормить. Слава, пацаны! Абигеть! Криптонита послушать! С Маркин Шерном по дороге в Кампе! Вот такой красочный, шикарный, даже можно сказать театральный заезд на заглушенном двигателе уставы Альтрусбан. И вот мы на месте. Сейчас осмотримся. О май! Как он туда просучился? Ничего себе, что творит этот фристайлер? Лока-лока! А ну что, базар, кокосы, все ясно, ну а там пирамида. Это Хампе базар! Хампе базар проехали, здесь заезжаем. Выси-выси, аккуратно. Первое, что видит туристическая бледнолицая рожа, когда приехала в Хампе, это вот тогда. Один парень говорит на другой парень, а другой парень стоит там. Эй, брат, ты супер! Маня, тюмороу, я? Спасибо! Все, только за спасибо. Сиди за себя и там в кафешечках. Нормальная жизнь у меня тут на расслабоне, ни одного туриста я не вижу. Короче, куда-то мы уже пошли в подземелье Хампе. Во! Чисто как сафактурно. Это комната? Да. Это комната? Посмотрите. Так, посмотрим, как это выглядит. Где окна, где все. Где? Как это? Да, это место. Да, это место. Да, это место. Да, это место. В общем, самые ценные кафе, в которых происходит любое вечернее заседание, обязательно должны иметь вот такой вид. А иначе как? Иначе зачем сюда приезжать? Ну что, новости таковы, что нам сообщают, что расселиться можно только на этой стороне реки, где базар, где парковка. А на той стороне за рекой, где раньше я обычно всегда любил, так сказать, поживать, якобы правительство запретило всем гисхаусом и притоном существовать. Может быть мулька, может быть нет, по-любому мы попозже проверим. А что такое без рук? Ну вот такую комнату дядька предложил с окном, говорит, за 500 туалет внутри, забирайте. В принципе классно, с москиткой, с вентилятором, да я пофиг, что солнце вечером. Он тут в гости, он говорит, да вы что, ребята, у меня там на крыше есть офигенная площадка с обзором невероятным. Вот взор невероятный, но площадка так себе хранилища, шашметков от кокосов. Да, поговаривают, та сторона разрушена, уничтожена, никто там жить не должен, не может и запрещено. Вся тусня на этой стороне хампической деревни. Но это место мне больше нравится за 500 рупий, с окнами. Круто. Чу-чу-чу-чу. Нормально коленочки загрузятся, прокачаются лапой, пока полазишь. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу огонь здесь можно короче придумать по моему мы возьмем велик потом будем гонять на велике 100 рупаса велик это же как в детстве пощеглянем я помню во вьетнаме гоняли на великах 1 500 а скутер скутер а скутер а сейчас может они добазарятся по-своему хорошо иметь своего разведчика среди муравьев а вот подъехали ребята вообще ребра наружу кстати курс приготовил мне кажется людей вообще немного поэтому нас вот с рук на руки передают вот другой девочки то есть женщины то есть может и даже бабушки передали и мы сейчас не с прекрасным видом на реку сказали газы давай найди нам дешевое жилье по своим индианским каналам ни одного туриста еще не встретил так скучающий народ зеленый цвет уже располагает заходим горячая вода холодная вода вай фай три кровати вот здесь балконе балкон бит на реку через решетку все головы снести уже все я контролем конченс я здесь уже все начинается отличный вид на реку помню в этом месте пересекали ее пешком успешная походка и ну что-то там 700 был прайс поэтому сейчас опять очередная движуха че как тут у вас смотрю сезон не удался до очередных принципе я так понимаю они типовые эти комнатки но тоже 500 то что там туалет ванна понятно когда-то здесь была великая огромная цивилизация то хинду а вот мусульмане сменяли друг друга уничтожали друг друга и били за власть от всего этого остались только руины тэблы и развалины но это и Субтитры создавал DimaTorzok